На открытии съехались, похоже, все семьи районов, в которых есть маленькие дети. Это был настоящий праздник. Шоу мыльных пузырей, выставки декоративно-прикладного искусства, веселые старты, клоуны. К слову, эти уличные игровые комплексы выполнены из прочного, экологически чистого материала. Даже под южным палящим солнцем они не будут выгорать и деформироваться. Всего семь месяцев назад здесь был пустырь, заросший бурьяном, но теперь детский сад готов к работе. Глава города Анатолий Пахомов, министр образования Краснодарского края Наталья Наумова и председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов торжественно перерезали красную ленточку. Уважаемые родители и дети, пусть каждый из вас догадает желание и отпустит в небо оранжевое счастье, которое находится в вас руках. Так началась история 127-го детского сада, куда уже после новогодних каникул придут дешкалята. По проекту здесь 360 мест, но с учетом мобильной мебели и оптимизации пространства здесь разместятся 450 человек. Здание полностью соответствует нормам безбарьерной среды. Установили в садике специальный шкаф, где малышам будут просушивать обувь между прогулками. Светлая просторная группа, удобная мебель, музыкальные спортивные залы, из-за студии, есть даже комната психологической разгрузки. Всего в этом детском саду будут трудиться 85 человек, а это новые рабочие места для местных жителей. Сегодня большинство уже приступили к своим обязанностям. Папа двухлетней Алисы Роман уверен, здесь дети смогут проявить и развить свои таланты. Я много смотрел детских садиков, но такого большого разнообразия еще не видел. То есть тут и игровые площадки, и музыкальные центры, спортзалы, батуты. Ну просто я очень удивлен был. Чтобы детям комфортно было играть, сделали и теплый пол. Вместе с тем детский сад не только уютный, но и отвечает всем требованиям безопасности. Охрана предприятия уже есть, договор заключен. У нас есть кнопка тревожная, установлены видеокамеры. 14 видеокамер по периметру, 21 видеокамера внутри помещения. По пожарной безопасности все у нас смонтировано, все уже пусконаладочные, по пожарной безопасности уже проведены работы. Все у нас пожарные ящики укомплектованы. За минувшие выходные в Сочи открыли три новых детских сада. На их строительство потрачено 800 миллионов рублей, как из городского, так и из краевого бюджетов. В целом в крае проделана большая работа по возведению таких социально значимых объектов. В этом году 22 тысячи мест введены, всего 45 тысяч за три года. Работа эта будет продолжаться в рамках поручения губернатора, потому что количество детей на Кубани увеличивается. Это важно и нужно. На этой неделе открыто 11 садов, на следующей 19 садов. То есть этот праздник к Новому году придет тысячи молодых семей. Глава города Анатолий Пахомов отметил, он обязательно выразит благодарность строителям, которые, несмотря на трудности с погодой и кадрами, вовремя сдали объекты. Такой опыт, говорит городоначальник, пригодится. Мы знаем, что в ЛАО надо строить. И в этом 2016 году приступим к строительству детского дошкольного учреждения в ЛАО. Естественно, школы. И сейчас президент говорит о том, и губернатор говорит о том, что приоритеты уже следующего 2016-2017 года отдадим, конечно, строительству школ. На сегодняшний день 320 родителей уже изъявили желание отдать ребенка в новый детский сад. Полностью он начнет работать 11 января. Елена Афсицына, телекомпания ФКТ.